Продолжение следует... Что мы имеем в европейском ареале, пожалуй, первые сведения связаны с тем, что во время верхнего палеолита некоторая часть животных была домистифицирована. В частности, это касается собак. С другой стороны, у нас есть свидетельства о том, что мир диких животных несколько отличался от того, что... Так, это я хотел представить мекенскую печать, это из мекен XIV века. Мне потом это будет нужно. Я надеюсь, что видно, что имеются лапы вполне животных, крылья, и имеется что-то очень сильно напоминающее птичью голову. Для меня будет существенно и то, что их две. Обратите внимание на то, что у левой птички имеется клюв, который позволяет говорить о том, что это действительно птица. Такого рода мифологические животные присутствуют и в разных других культурах. То, что здесь это кипрское произведение XIII-XII веков до новой эры из музея библейских стран, где это выставлено. В мекенских текстах у нас обнаруживаются упоминания о лошадях, о валах, об ослах. И уже в 50-х годах впервые появились упоминания о том, что контексты, в которых появляются животные, в частности для Пилоса, это быки, то есть пахотные валы, которых на Крите мы знаем по именам. И это один из аргументов, чтобы говорить, что греческая культура уже в самом начале второй половины II тысячелетия до новой эры глубоко проникла в критскую культуру. Если животных называют греческими именами, то могли это сделать только греки. И нет оснований говорить о том, что только верхушка говорила по-гречески, а остальное население говорило на других языках. Вот в конце 50-х годов, опираясь на два текста, в которых животные выступают в странном контексте, Леонард Палмер предложил интерпретировать это как почитание животных в мекенской Греции. Развернулась большая полемика на эту тему. Палмер издал отдельную книгу о мекенской религии. И самым ярым противником Палмера выступил Джон Чедвик, который вместе с Вентрисом дешифровал линейное письмо Б. Чедвик указывал, что нет оснований думать об обождествлении животных. На самом деле, в 1985 году можно считать, что Чедвик поставил точку в этом споре. И все это воспринималось как поставленная точка до 1994 года, когда в Фивах на улице Пилопида, Одос Пилопиду, были найдены 100 новых текстов. И вот в этих текстах обнаружились жертвоприношения. Ну, вот здесь и диаграмма муки стоит явно. И очень небольшое количество этой самой муки, которая предназначена Ониси. Это в мекенской записи птичкам Орниси. Другой фиванский текст. Вот имеется упоминание об оливах. И ниже, опять же, в дательном падеже форма кханси, то, что соответствует греческому хеси гусям. Вот другой текст, где у нас появляется что-то, что приносится специально кюси. Как вы понимаете, это собакам. Кюнси. Кюн, кюнос. Вот еще один текст, где у нас появляются просто змеюшки. Вот эти «эпетои». За этим стоит «херпетоиси», если переводить на греческий язык. И, наверное, будет правильно сказать, что полемика, которую в 1985 году считали завершенной, сейчас возобновилась с новой силой. Только с одной стороны стоит «Аровандинос», который археолог, откопавший это, и издавший вместе с Луи Годаром. Они считают, что это культ животных. И, с другой стороны, Ив Дю, который только что вышел на пенсию, но продолжает издавать журнал «Кадмос», который считает, что никаких животных не почитали. А, скорее всего, речь идет об обозначении групп людей, которые что-то вроде тотемного обозначения. У нас действительно есть и в надписях первого тысячелетия и по животным, и какая-то фила, которая называла себя треножниками. То есть все это действительно есть в греческой культуре. Только то количество муки, которое указано, оно явно недостаточно для того, чтобы напитать людей. Уже в некенское время присутствуют изображения животных, которых явно греки не могли встретить в реальной жизни. И, в частности, вот то, что здесь приведено, это фреска, которая обнаружена была в Пилосе во время раскопок Блегеном. Здесь мы имеем... Имейте в виду, что это довольно сильно разрушено. Ну, вот видно, что вот этот кусок сохранился, остальное – это реконструкция. Но очень похоже, что реконструкция абсолютно правильная и что мы имеем дело с отчетливыми сфинксами. Или, если по-гречески говорить, то со сфингами. Были животные, которые мы, читая Гомера, воспринимаем как животных сказочных или просто существующих только в рассказах. Речь идет о львах. У Гомера очень часто так называемые сравнения с львами. Герой как лев. И вот на мекенских предметах у нас есть меч, на котором изображена борьба с львами. У нас есть также перстень, который, вот видно, что здесь кольцо, на котором изображена явно борьба со львом. Все это до 1998 года воспринималось просто как рассказ о том, что могло бы быть. А в 1998 году в Теринфе была обнаружена львиная челюсть рядом с очагом. И стало понятно, что во втором тысячелетии львы еще вполне могли существовать на территории Греции. То, что заставило меня выбрать именно сирен, это три текста, найденные в Пилосе. И, как вы видите, почти одновременно их нашли. Номера, которые вы видите, вот ТА 707, 8 и 14, это те номера, которые присваиваются по мере находки, по мере описания. То, что стоит перед этим, это серия, которая представляет собой полный произвол издателя. И эти тексты были объединены по одной единственной причине. В них перечисляются мебель. Вот эта мебель, где описывается ТОНО, это ТОРНОС, трон, с другой огласовкой просто, сделанный из черного дерева, с какими-то перекладинками из слоновой кости, инкрустированный СЕРЕМО КАРАОРЫ и АДИРИАТЕКВЕ. Значит, АДИРИАТЕКВЕ читается легко, в основе лежит явно слово «андриас», что обозначает человеческую фигурку, статуэтку. Что касается СЕРЕМО КАРАОРЫ, то, как вы видите, в другом тексте те же два слова выглядят чуть-чуть иначе. СЕРЕМО КАРААПИ и АДИРИАТЕКВЕ. Значит, во втором случае это отчетливо суффикс инструменталиса, украшенный фигурками людей, и СЕРЕМО КАРААПИ. В третьем тексте у нас присутствует АДИРИЯПЕ СЕРЕМО КАРАОРЭКВЕ. То есть эти формы могут взаимозаменяться при описании, судя по всему, одной и той же сцены. Значит, речь идет об описании мебели, которая стоит на складе. Она должна быть узнаваемой. И очевидно, что проще всего было пису указать, что вот сценка с сиреной присутствовали, эти сирены. Значит, существенно также. Да, и форму СЕРЕМО КАРААПИ. Еще в 1957 году Гуго Мюллештайн интерпретировал, как украшенные головами сирен и фигурками людей. Значит, надо сказать, что по всем справочникам других интерпретаций для этого СЕРЕМО КАРААПИ или СЕРЕМО КАРАОРЭ не предлагалось. Я опущу как не слишком интересную чисто лингвистическую сторону. И если будут вопросы, то я с удовольствием отвечу, какие здесь основы могут реконструироваться. Но для меня важно подчеркнуть следующее. Если правильная интерпретация и вот эта основа СЕРЕМ представляет собой ту же основу, что и греческая СЕРЕМ, то в этом случае мы должны предполагать, что сирены не обладали женскими лицами в Микенское время. Что их можно было узнать по неженскому лицу. Лицу, которое нечеловеческое. Если с головами сирен, и всем понятно, что это сирена, а не кто-то другой. Значит, вот здесь для меня еще существенно то, что на табличке Пюлос ТА-714 текст написан поверх следующего текста. И есть возможность прочитать оба слоя. И вот текст, который в «Полимпсисте», он отчетливо передает те же самые слова. Единственное, что здесь «Кюанос» вместо «золота». Но слово «Серемо караоре», которое вот здесь вот у нас присутствует, в предыдущей версии текста было изображено в виде двух слов. «Серемо» – знак раздела между словами. И дальше идет то слово, которое отчетливо должно быть связано с обозначением головы. Значит, ну вот здесь одна из лингвистических проблем. «Серемо» – это то, что если мы имеем здесь суффикс «ро», добавленный, то он должен был бы иметь значение, и на самом деле у нас довольно много таких слов в классическом греческом, находящийся на голове, то есть это уже в сторону рогов нас все уводит. Теперь, почему есть возможность сопоставлять «серемо», которое в некенских текстах, и «серен», которое в греческих текстах первого тысячелетия. У нас есть, по крайней мере, два таких примера. В некенском имеется описание треножника «эме-поде» с одной ногой. И мы понимаем, что «эме» восходит к «сэмэй», то, что было бы для классического греческого уже с «эн». Конечное «эм» переходило в «эн». И то же самое, самый известный, пожалуй, пример, это со словом «земля», греческое «хтон», которое для праиндоевропейского, естественно, восстанавливается с «эм», как это засвидетельствовано для санскрита. Что мы знаем о «сиренах»? Ну, в первую очередь, то, что известно из «Гомера». И вот первое – это предупреждение, которое получает «Одиссей». и говорится о том, что «сирены» исполняют песнь, что для меня исключительно существенно. «Эммэной энлеймони» – «находясь на лугу». Дальше сообщается, как выглядит этот луг. Большой тис морское побережье, берег морского побережья, опять же, не скалистый, а просто вот морской залив вокруг. Он наполнен костями гниющих мужей. Значит, вот эту деталь, вероятно, стоит отметить, для «Гомера» сирены находятся на лугу. Ну, дальше описывается, каким образом «Одиссей» может избежать опасности. Его должны привязать к мачте, и делается это с той целью, чтобы он услышал песнь «сей-ре-ной-ин». Здесь у «Гомера» употреблено двойственное число. То есть у «Гомера» отчетливо в этой сцене мы имеем дело с двумя сиренами. В дальнейшей традиции греческой появляется третье, а кое-где число их доходит до десяти. Больше, чем «нус». Сирены известны тем, что они поют. И песни их прекрасны. В том числе, то, что они поют, текст, который сирены исполняют, здесь для нас сохранен в «Одиссее» в двенадцатой песне. «Давай, давай сюда, великая слава ахейцев, Одиссей, останови здесь корабль» и так далее. При этом... При этом возможно сопоставить то, что до нас дошли песни «Мус». Например, у «Феогнида» имеется упоминание о том, что пели явившиеся музы. Пели они исключительно нехитрые слова. И этот текст выглядит так, что хорошо, то мило, а что нехорошо, то не мило. Вот этот стих у «Феогнида» «Хоть тикалён филюнести, тот укалён у филюнести». Тут эпос «Атанатон» «Эльты диастоматон». Вот такая песнь прошла от из бессмертных уст. «Диа атанатон стоматон». Значит, то же самое и с теми же самыми бессмертными устами у нас имеется и для для сирен, как для мус. И это уже в античности позволяло сопоставлять мус и сирен. Да, ещё в тексте, который здесь... Да, вот что мне существенно... Точно так же, как и музы, они непременно повторяют «Мы всё знаем». «Идмен гар той панта». «Идмен дросса геннатой». Вот это знание, которым обладают музы, этим же знанием обладают и сирены. Так, это... Теперь мы переходим к тому, как изображаются сирены. Вот здесь это пятый век, и мы имеем их уже не две, а три сирены. Эти сирены, вопреки Гомеру, сидят вовсе не на морском берегу, не на лугу, они сидят на скалах. Очень удобная позиция для того, чтобы покончить жизнь самоубийством. Да, да. Кое-где, судя по всему, они не обязательно пикировали с целью причинить себе какую-то неприятность. Вот на этой... Здесь видно, что сирены-то сиренами, но при этом Одиссей привязан к мачте. Я надеюсь, что это видно. Но к нему как-то прилетают птички в меру симпатичные. Те, которые сидят на берегу, симпатичные, безусловно. Да, и я прошу обратить внимание на то, что у сирен вполне человеческие лица. Человеческие лица у них и здесь, как мы видим, внимательные и даже такое выражение какой-то решительности на лице вот у той, которая падает. Пожалуй, что последнее изображение сирены, которое нам известно, это уже третий век новой эры. В Тунисе мозаики замечательные. Я прошу вас обратить внимание на то, как выглядят здесь сирены. То, что у них человеческие лица нас не должно удивлять, мы к этому уже привыкли. Но то, что они еще одеты по последней римской моде, может нас немножко удивить. Но последнее у них остается свое собственное сирение. Это птичьи лапы. Я надеюсь, что они достаточно хорошо видны. Здесь можно видеть, что эти птичьи лапы совершенно отчетливо изображены. Это отличается от классического времени, когда сирены выглядят таким образом, как птица с человечей головой. Вот еще одно изображение, где опять же сирены имеют вполне человеческий вид, если исключить птичий хвост и крылья. Конечно, было бы симпатично посмотреть, нет ли у нас чего-нибудь в Микенской Греции, что соответствовало бы описанию. Я еще раз вернусь к тому, что если чиновник описывает кресло, которое ему положено хранить, это кресло должно быть узнаваемым. Если он пишет о головах сирен, то эти головы не могут быть человеческими. То, что мы имеем для Кноса, роспись тронного зала, где присутствует сам трон, до некоторой степени соответствующий трону, который в описаниях присутствует, единственное, что он каменный, а не из дерева. И рядом расписано это, правда, идущими по всему периметру зала, фигурами, в которых можно было бы угадать птичьи головы. То есть это как-то никем не предлагалось, а мне кажется, что вот здесь мы, может быть, видим сирен никенского времени. И дальше мы видим эволюцию. сирены приобретают человеческую голову, дальше на римской мозаике уже только ноги птичьи у них, затем некоторое возвращение в средневековье, когда человеческая голова и птичье туловище у сирена, и одновременно с этим происходит также и смена пола. Я изначально думал закончить Набоковым, продолжая то, что мы слышали от Вячеслава Всеволодовича и упомянуть псевдоним Набокова Сирин. Смена пола на самом деле происходит намного раньше. Имеется текст, найденный на Самосе 6 века до новой эры. Уже в 6 веке до новой эры у нас имеется упоминание о сиренах мужского пола. Другое дело, что они нигде так не изображались. Но вот этот комплекс по-моему это последняя у меня картинка позволяет до некоторой степени восстановить такую многовековую историю, которую для других мифологических существ трудно себе представить. Значит, первое упоминание в текстах это будет где-то век 13-й до новой эры, а последнее упоминание в качестве псевдонима Набокова это будет 20-й век. То есть мы можем проследить как Сириана себя вела на протяжении страшно сказать 34-х веков. Благодарю за внимание. Продолжение следует...